Обувь на каблуках сейчас лучше не надевать. В приоритете плоская, противоскользящая подошва, ботинок или сапог. Передвигаться безопаснее маленькими шагами и не торопясь. Мы решили выяснить у уральцев, как они оценивают состояние тротуаров в эти дни. Здравствуйте! Здравствуйте! Спрашиваю мнение, как состояние тротуаров. Это нормально, хорошо, не скользко. Сейчас посыпано, да, нормально. Сейчас можно ходить-то. Хорошо все. К обеду уже нормально, посыпали. Там не скользко, а частями есть песок, что, в общем-то, удобнее ходить. Так, конечно, и дворники чистят. Все, молодцы. Ну, все же не могут тропки почистить. А так всем спасибо. Нам всегда хочется, как лучше, да, чтобы лучше было. Ну, в принципе, считаю удовлетворительно. За месяц коммунальщики три раза отцепают дорожки по всему городу. В случае необходимости чаще. Сейчас, когда в Урае гололед, рабочие продолжают обрабатывать тротуары. Все, наверное, успели заметить, зима у нас преподносит сюрпризы. И, как я уже говорил, крещенские морозы стали у нас крещенской оттепелью. Был дождь. И поэтому приходится своевременно обрабатывать тротуары противогородными средствами. Но, в частности, используется чистый песок для того, чтобы не было каши, грязи на тротуарах. Ну, и обувь не морали. Если пешеходы не всегда могут заметить скользкие участки и рискуют упасть, то автомобилисты в такую погоду проявляют бдительность. За прошедшую неделю у нас произошло два дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших в них нет. То есть граждане достаточно были внимательно, аккуратно на дороге, потому что это минимальное количество ДТП, которое было. Редкая зима в Урае проходит без гололеда. А вот лужи в январе бывают редко. Но все-таки бывают. По прогнозам синоптиков, 27 января в самом южном городе Югры ожидается около нуля. Елизавета Портнова, Александр Кашкин. Наши города.